С Шерлоком Холмсом приключений не начиналось столь неожиданно и мело-драммонии, как приключения, связанные с Виллой Триконька. Я несколько дней не виделся с Холмсом и не представлял, по какому новому руслу направлялась тогда его энергия. В то утро мой друг был явно расположен к разговору, но едва он успел усадить меня в потёртое глубокое кресло у камина и удобно расположиться напротив, с трубкой во рту, как явился посетитель. Если сказать, что тот вбежал, подобно разъярённому быку, это точнее изобразило бы произошедшее. Дверь распахнулась внезапно, и в комнату ворвался огромный негр. Не окажись он так грозен на вид, его можно было бы назвать комичным, из завызывающего костюма, серую клетку и пышного оранжево-розового галстука. Широкое лицо с приплюснутым носом было наклонено вперёд, а сердитые тёмные глаза, в которых горела скрытая угроза, всматривались то в одного, то в другого из нас. «Который тут Шерлок Холмс, господа?» — осведомился он. Мой друг вяло усмехнулся и поднял вверх свою трубку. «А, значит, вы!» — произнёс наш посетитель, обходя стол, крадущийся настораживающей походкой. «Послушайте, масса Холмс, несуйте нос в чужие дела! Пусть люди в Харроу сами управляются собственными проблемами!» — уяснили масса Холмс. «Ну что же, вы продолжаете!» — поскликнул мой друг. «Это так интересно!» «Интересно, говорите!» — почти крикнул свелепый незнакомец. «Если мне придётся вас слегка разукрасить, чёрт-то с два вы назовёте это интересным! Я уже занимался такими типами, и выглядели они просто всего далеко неинтересно. Полюбуйтесь-ка, масса Холмс!» И негр помахал перед носом знаменитого сыщика своим внушительным кулаком, напоминавшим обломок скалы. Холмс с нескрываемым интересом осмотрел сжатый кулак. «Возможно, ледяная холодность Холмса или звук, раздавшийся, когда я поднимал кочергу, сделали гостя несколько вежливее». «Ну ладно, я честно предупредил вас», — сказал он. «На кое-кто из моих знакомых очень просто, даже некуда горить желанием испавиться от вашего вмешательства. Понимаете, что я имею в виду? Я вам, конечно, не указ, но и вы мне тоже. Если сунетесь, я буду поблизости, помните!» «Давно хотел побеседовать с вами», — сказал Холмс. «Не предлагаю сесть, поскольку не питаю к вам симпатий. Ведь перед нами Стив Дикси, бывший боксер-профессионал, не так ли?» «Да, это я, Стив Дикси». И Масса Холмс наверняка почувствует это на собственной шкуре, если попытается морочить мне голову. «На ведь именно ею вы и пользуетесь менее всего», — ответил мой друг, пристально глядя на посетителя. «Может, лучше побеседуем об убийстве молодого Перкинса возле бара Холмборн?» «Негр отпрянул, и его лицо побледнело». «Не терплю подобной болтовни». «Какое мне дело до Перкинса, Масса Холмс?» «Я был в Пермингеме, тренировался в буллинг, когда этот парень нарвался на неприятности». «Довольно, можете убираться». «От меня не скоровайтесь, все равно найду в случае необходимости». «До свидания, Масса Холмс. Надеюсь, не сердитесь за визит?» «Следовало бы рассердиться, если не скажете, кому понадобилось посылать вас сюда». «Тут нет никакого секрета, Масса Холмс, этот человек в барне Стокдейл». «А почему тут кто присал Стокдейл?» «Ну, клянусь, не знаю, Масса Холмс. Он просто сказал». «Стиф, сходи, проведай Шерлока Холмса и предупреди. Если он сунется в Харроу, долгим или прожить. Вот и все. Я говорю чистую правду». «Не дожидаясь дальнейших расспросов, наш гость выбежал из комнаты». Холмс, тихо усмехнувшись, выбил пепел из трубки. «К счастью, вам не пришлось испытать на прочность его не слишком разумную голову, Холмсон. От меня не укроились ваши маневры с кочергой». «Но в действительности Дикси довольно безобидный парень. Просто огромный силы, не смышленый, хвастливый ребенок. Заметили, как легко удалось его усмирить?» «Он из шайки Спенсера Джона. Замешан в их последних темных делишках, которые я непременно раскрою». «Стивом Дикси командует непосредственно парни Стокдейл. Человек более хитрый. Они занимаются преимущественно запугиванием и испигением. Любопытно, кто стоит за их спинами в данном случае». «А почему они решили вам угрожать?» «Порисели тому некое происшествие в Харроу, и сегодняшний визит заставляет меня обратить на нем особое внимание. Ведь если кто-то так беспокоится, дело должно быть любопытным». «А что там случилось?» «Я как раз собирался рассказать, когда нас прервал этот нелепый фарс». «Миссис Мэберли из Харроу прислала вот это письмо. Если вы готовы составить мне компанию, отправим ей ответ телеграфом и немедленно в путь». «Письмо гласило. Уважаемый мистер Шерлок Холмс, я столкнулась с цепью непонятных событий, касающихся моего дома. Буду очень благодарна за совет. Жду вас завтра в любое время. Вилла расположена всего в нескольких минутах пути от станции Уайлд. «Мой покойный супруг, Мортемер Мэберли, кажется, был одним из ваших первых клиентов. С почтением, Мэри Мэберли». «На обратный адрес три конька Харроу Уайлд. Вот такая ситуация», — вымолвил Холмс. «Непродолжительное путешествие по железной дороге и еще более короткое на автомобиле, и мы оказались перестроением из кирпича и дерева, виллой, окруженной зеленой лужайкой. Лепные изображения над окнами верхнего этажа являли собой неубедительную попытку оправдать название. На заднем плане располагалась наводящая уныния рощица низкорослых сосен. В целом место выглядело невзрачно и оставляло гнетущее впечатление. Однако внутри дом был обставлен со вкусом, а встретившая нас пожилая дама оказалась симпатичной, отмешанной печатью истинно высокой культуры. «Я хорошо помню вашего мужа, мадам, хотя прошло уже немало лет с тех пор, как он воспользовался моими услугами в одном пустяковом теле», — начал Холмс. «Вероятно, вам лучше знакомо имя моего сына Дугласа». Холмс взглянул на хозяйку с возросшим интересом. «Вот как? Значит, и вы мать Дугласа Мэбберли?» «Не скажу, что относился к кругу его близких друзей, но, как любой лондонец, много слышал о нем. Удивительная личность. А где он сейчас?» «Умер мистер Холмс. Дуглас мертв. Его назначили атташе при нашем посольстве в Риме, но в прошлом месяце он скончался там от воспаления легких. «Простите, не верится, что смерть властна над такими людьми. Более деятельного и энергичного человека я и не приходилось встречать. Жил в постоянном напряжении, не щадил себя. Именно, сэр, это его и погубило. Помню, каким он был. Сама жизнерадостность и благородство. Немногим довелось увидеть угрюмые, мрачные, озабоченные создания, каким стал мой сын. За какой-то месяц буквально на глазах внимательный, почтительный мальчик превратился в усталого джинника. «Несчастная любовь. Женщина?» «Скорее, тема. Только я пригласил вас, мистер Холмс, вовсе не для разговора о покойном сыне. Мы с доктором Уотсоном рады помочь вам. Здесь в последнее время стали происходить непонятные вещи. Прошло уже больше года с тех пор, как я перебралась в эту виллу. Живу замкнуто, практически не общаясь с соседями. А три дня назад меня посетил человек, назвавшийся агентом по торговле недвижимостью. Он сообщил, что мой дом именно такой, какой необходим одному из клиентов. Тот готов заплатить и большие деньги, если я соглашусь уступить три конька. Предложение выглядело странным, поскольку поблизости продается несколько вполне приличных вилл. Но, естественно, не могло не заинтересовать меня. Я назначила цену на пятьсот фунтов выше той суммы, что заплатила сама. Мужчина не стал торговаться, только сказал о желании клиента одновременно приобрести обстановку. Да, кое-что из мебели сохранилось у нас со старых времен. Но можете убедиться сами, все в хорошем состоянии. Так что сумму я назвал округленькую. На нее также согласились немедленно. Мне давно хотелось попутешествовать, а сделка была выгодной и позволила бы ни от кого не зависеть до конца моих дней. Вчера агент явился с подготовленным договором. К счастью, я показала документы мистеру Сатро, моему адвокату, жившему здесь же в Харроу. И тот сказал мне, контракт крайне необычен. Знаете, поставив под ним подпись, вы уже не сможете на законном основании вынести из дома ни одной вещи, включая ваши личные. Когда вечером агент пришел снова, я указал ему на подобную странность и добавил, что собиралась продать лишь мебель. Нет, нет, именно все, возразил он. Ну, а моя одежда? Драгоценности. Для личных вещей будут сделаны некоторые исключения, но только без предварительной проверки из дома нельзя забирать ничего. Мой клиент довольно богат и щедр, но у него имеются определенные причуды и своя манера вести дела. Его условия все или ничего. Тогда лучше ничего, ответила я, но то мы порешили. Однако происшедшее показалось мне необычным, и я решила... Тут рассказ миссис Мейберли неожиданно казался прерван. Холмс жестом попросил тишины. Затем осторожно пересек комнату и, резко распахнув дверь, втащил внутрь высокую худую женщину, пойманную им за плечом. Таня углюжа сопротивлялась, словно крупный и складный цыпленок, протестующий, когда его силой вырывают из родного курянника. «Пустите, что вы себе позволяете!» — вопила она. «Но в чем дело, Сьюзен?» — удивилась хозяйка. «Понимаете, мадам, я собиралась войти узнать, остаются ли гости к Ленчу, а этот господин вдруг схватил меня?» «Я услышал, что кто-то находится за дверью еще пять минут назад. Просто жаль было прервать любопытную историю. Страдаете астмой, Сьюзен? Слишком шумно дышите для подобного рода занятий». Женщина повернула, рассерженно и в то же время удивленное лицо Холмсу, все еще державшему ее в плену. «Кто вы такой? На каком основании так бросаетесь на людей?» «Просто хотел задать хозяйке один вопрос в вашем присутствии. Вы говорили кому-нибудь о своем намерении обратиться за советом ко мне, миссис Мэйберли?» «Нет, мистер Холмс, никому». «А кто отправлял письмо?» «Сьюзен». «Вот как?» «Тогда скажите, Сьюзен, кому вы сообщили, что ваша хозяйка ищет помощи у меня?» «Это ложь. Не было ничего подобного». «Послушайте, Сьюзен, а с тематики обычно долго не живут. А говорите неправду, знаете, грешно. Так кого же вы оповестили?» «Сьюзен», — воскликнула миссис Мэйберли, — «продажно негодно созданию. Припоминаю сейчас, что видела, как вы разговаривали с каким-то мужчиной после забора. Это мое личное дело. Положим, имя вашего собеседника мне известный так. Барни Стокдейл, так? Зачем спрашивать, если знаете?» «Полной уверенности не было, а теперь она появилась. Сьюзен, вы можете заработать десять фунтов, если расскажете, кто стоит за барни Стокдейлом. Человек, способный выложить в сто раз больше денег, чем есть у вас. «О, какой богатый мужчина!» А вы рассмеялись. «Что, эта женщина?» «Ну, коли уж мы докопались до таких тонкостей, очевидно, есть смысл назвать ее и получить свою десятку». «Катитесь к черту!» «Сьюзен, выбирайте выражение!» «Я ухожу отсюда! Вы мне надоели! За вещами пришлю завтра!» Служанка бросилась к двери. «Прощайтесь, Сьюзен, и примите что-нибудь успокоительное!» Но едва за раскрасневшейся взбешенной женщиной захлопнулась дверь, мой друг продолжил. «Да, злоумыслие и киностроено серьезно. Посудите сами, какую рискованную игру они затеяли. На штемпель письма, полученного мной от вас, стояло время 22.00. Сьюзен сообщила о нем Стокдейлу. Тому пришлось отправиться за инструкциями к своему нанимателю, который или которая разрабатывает блондейский. Я склонен считать последнее более верным, из-за усмешки с Юзен, подметившей мою ошибку. Нанимаю чернокожего Стива Дикси, и на следующее же утро бывший боксер приходит запугать меня. Быстрая реакция, верно? Но что им нужно? В том-то и вопрос, кто владел этим домом прежде? Морской капитан в отставке по фамилии Фергюсон. Чем примечателен? Насколько мне известно, ничем. А не мог ли он что-нибудь закопать здесь? Правда, сейчас сокровища чаще прячутся в обычном банке, но среди людей всегда находятся личности со странностями. Без них мир был бы просто скучен. Поэтому на первых порах я подумал о неком зарытом кладе. Однако в этом случае непонятно, зачем понадобилась мебель. У вас часом нет картины кисти Рафаэля или первого издания Шекспира, о котором вы умалчиваете? Не думаю, что обладаю большой редкостью, чем фарфоровый чайный сервиз, восемнадцатого века, изготовленный в термии. Но он едва ли способен стать причиной подобных таинственных событий. А кроме того, почему бы не сказать прямо, что именно им требуется? Если уж они так домогаются вашего чайного сервиза, проще предложить за него приличную цену, а не закупать все имущество целиком. Нет, насколько я понимаю, у вас нечто есть такое, о чем вы даже и не подозреваете, и с чем не пожелали бы расстаться добровольно. Мне тоже так кажется, вмешался я. Если доктор Уотсон согласен, остановимся на этой версии. Но, мистер Холмс, о чем же может идти речь? Попробуем выяснить методом логического анализа. Вы живете здесь уже год? Почти два. Тем более, и за все время никому ничего от вас не требовалось. А в последние три-четыре дня вдруг такие срочные предложения. По-моему, возможен единственный вывод, ответил я. Интересующий их объект, чем бы он ни был, только что появился в доме. Миссис Мейберли, вспомните, имеются у вас какие-нибудь недавно приобретенные вещи? В этом году я не покупал решительно ничего. В самом деле, тогда придется подождать дальнейшего развития событий и заодно уточнить некоторые детали. Кстати, ваш адвокат надежный человек. О, на мистера Сандро можно положиться. У вас есть еще прислуга, кроме прекрасной Сьюзан, только что хлопнувшей парадной дверью? Да, одна молодая девушка. Тогда попытайтесь убедить мистера Сандро в необходимости провести ночь-другую в трех коньках. Возможно, вам потребуется защита. От кого? Кто знает. Дело пока темное. Поскольку установить, зачем ведется охота, не удается, попытаемся подойти к проблеме с другой стороны. Агент по торговле недвижимостью оставил свой адрес? Нет, только вот эту карточку Хейнс Джонсон, аукционист и оценщик. Не думаю, что нам удастся найти такого в справочнике. Честные люди не скрывают адресов своих контор. Я берусь за ваше дело и доведу его до конца. Можете быть спокойны. Все новости немедленно сообщайте мне. Когда мы уже направлялись к выходу, взгляд Холмса, привыкшего замечать все детали, упал на несколько сундуков и чемоданов, сваленных в углу зала. Милан, Люцерн, они и стали. Это вещи Дугласа. Их не распаковывали. Давно они здесь? Прибыли на прошлой неделе. А вы говорили, тут как раз и может таиться недостающее звено. Откуда вам известно, что в них нет ничего ценности?